Сегодня Всемирный день свободы прессы. Всем известно, что именно она, свободная и независимая, является важнейшей частью демократического общества. Но любая власть в любой стране всегда говорит, что журналисты ей не подчиняются. Однако так ли это на самом деле? Сегодня мы будем говорить о том, как обстоят дела со свободой слова в Молдове, как ведут себя наши правители с прессой, насколько они вообще заинтересованы в честном журналистском труде. А сами журналисты? Осознают ли они ответственность за каждое сказанное или написанное слово? А как относятся к прессе общества? Вот вопросы, которые сегодня нуждаются в честных и принципиальных ответах. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И сегодня помогать разбираться мне в такой, на мой взгляд, непростой теме будет Сергей Мишин, эксперт в области права. Добрый вечер. Добрый вечер. И Роман Михаеш, политический комментатор. И вам добрый вечер. Поддержать позицию одного из участников можете и вы, набрав один из предлагаемых номеров телефона. Звонок по Молдове бесплатный. Что ж, начинаем. Первый вопрос вполне логичен. Насколько свободна наша пресса, господин Михаеш? Ну, согласно международным организациям, которые делают мониторинги прессы в Республике Молдова, у нас признана партия Либер частично свободная пресса. Некоторые с этим соглашаются, некоторые с этим не соглашаются. Я хочу только заметить, что после 2009 года, когда к Басте пришел альянс за евроинтеграцию, с моей точки зрения появилось очень много каналов телевидения, которых раньше не было, радиостанций, интернет-порталов. Практически взрыв состоялся на медийном рынке. Многие попробовали себя на этом рынке, некоторые преуспели, некоторые нет. Некоторых закрыли. Да, был случай, который закрыли через суд, между прочим, надо заметить это. Но в целом, с моей точки зрения, оценка частично свободная, является более или менее, скажем так, правдивой. С учетом того, что этот взрыв прессы дал нашим телезрителям, дал общественности обширную точку зрения. Хочешь смотреть про властный канал, у тебя есть где посмотреть. Хочешь посмотреть жестко критикующие власти каналы, тоже есть где посмотреть. Никто никому рот не закрывает. Каждый день, например, я посчитал, у нас идет каждый вечер 10 ток-шоу на разных площадках. Я не успеваю все просмотреть, иногда даже ночью просматриваю, интересно, если есть какие-то передачи. Так что с этим проблем у нас, я считаю, что больших нет. Поняла, спасибо. Господин Миша, насколько свободна наша пресса? Вы знаете, я на этот вопрос, как бы, те оценки, которые дают в последнее время эксперты, политологи, они, конечно, может быть где-то и правдивы, но я хочу заметить, что у нас не свободная пресса по одной простой причине. Не потому, что журналистов загоняют или давят, да, ну, местных я имею в виду, а у нас свободы прессы нет по одной простой причине. Вот господин Михаеш приводит пример, что можно посмотреть про властные каналы, можно посмотреть оппозиционные каналы, но почему-то, если мы смотрим про властные каналы, мы видим только одну точку зрения, точку зрения про властную. Они не приглашают никогда оппозицию на свои каналы. А несмотря на то, что наоборот оппозиционные каналы делают две точки зрения. Всегда приглашают кого-то из представителей власти и соответственно оппозиции. То есть всегда идет такой двойной обмен. И то даже при этих двойных обменах зачастую мы видим многие судебные процессы или нарекания со стороны Координационного совета, что где-то что-то сделали не так. То есть понимаете, вот это давление, которое происходит сегодня от имени Координационного совета на телеканалы и на определенные программы, они ощущаются. И ощущаются очень сильно. Ну и говорить о том, что у нас пресса свободная, извините, как это можно сказать, если у нас само государство принимает различного рода нормативные акты, которые ограничивают просмотр определенных программ для наших телезрителей. То есть телезритель должен выбирать, какую программу он хочет посмотреть. У него для этого есть пульт. Если ему не нравится определенного рода канал или определенного рода программа, он всегда имеет возможность его переключить на другой. У нас же это на уровне законодательства просто регулирует. Это вы можете смотреть, это нельзя. Извините, ни в одном демократическом государстве это невозможно и нельзя делать. Мы поговорим еще об этом. Пока я поспорю с господином Михаешем в отношении того, как оценивают состояние свободы пресса в Молдове. Вы ссылались на зарубежных и отечественных журналистов, организаций. Ну вот репортеры без границ, например, они сказали, что мы, по их мнению, в 2016 году заняли 76 место, расположившись между Никарагуой и Италией. И по сравнению, будьте здоровы, ведь, с правду говорю, опустившись на 4 позиции. Это зарубеж. Секундочку. Это 85 место, по-моему. Подождите, дайте я скажу. А вот тут уже наш центр независимой журналистики. Информация появилась в 2018 году. Они подвели итоги 2017 года. И точно так же они сказали, что упало на 2,97 очков. Сейчас уровень свободы, это о чем говорит? О том, что, видите, не так, наверное, все радужно. Я просмотрел эти доклады разных организаций. Хочу вам заметить, что там можно поделить их аргументы, с моей точки зрения, конечно же, на 2 части. Объективные и субъективные. Субъективно там, например, пишется, что есть некоторые дела, где журналисты не дают информацию общественные органы, государственные органы. С этим можно поспорить. В США, например, либо в Европе есть жесткий перечень информации, которая не может быть выделена журналистам. У нас в Молдове не такой широкий перечень этих информаций, секретных информаций. Конечно, у нас даже не секретную информацию очень сложно добиться. Есть разные точки зрения на наше законодательство, которое касается масс-медиа. Здесь тоже можно поспорить, потому что есть более, даже в развитых странах, более жесткие законодательства, чем в Республике Молдова. Могу напомнить некоторые страны, где, например, нельзя хребать королеву, там еще кого-то, знаете, у нас нет таких персон. Можно поспорить насчет того, что у нас доминирует, скажем, какая-то группа в масс-медиа, потому что здесь, если посмотреть по политическим каналам, по телевизионным каналам или по интернету, вообще здесь разброс очень большой. То есть нельзя сказать, что у нас в Молдове, как, например, в Азербайджане, там или где-нибудь в Армении три канала всего по всей стране, или пять каналов. У нас здесь, я насчитал только в том списке, который я у аудиовизуала, сто телеканалов. Я имею в виду и оригинальный, и кабельный, и так далее. То есть есть большой разброс. Другое дело, что, конечно, я согласен, надо дорабатывать законодательство. Здесь, например, в аудиовизуале, в кодексе, в проекте есть две или три улучшенных момента в сравнении с актуальным аудиовизуалом. Например, уменьшено до шести часов для приватных телебещателей собственной продукции, восьми, которые сейчас есть. Нет, вопрос был в отношении вот этих организаций. То есть вы не согласны с их выводами? Каждая организация имеет своих, скажем так, экспертов, которые имеют свою точку зрения. Я с ними не буду спорить. Вы с ними не согласны? Частично не согласен, но спорить я с ними не буду. Я просто скажу так, что с моей точки зрения, вот это так, субъективно, на постсоверском пространстве в Республике у вас самая свободная пресса. То есть эксперты не сравнивают нас с какой-то другой страной. Ни с США, ни с Францией, ни с другими странами. Подождите, ни с другими странами. Они сравнивают, они говорят конкретно. У них есть, это экспертные группы, да, это эксперты. Вы понимаете, что они работают абсолютно по определенным шаблонам. Вот они приехали с этим шаблоном в наше государство, и по этому шаблону ставят галочки. То есть они не делают сравнения, они просто ставят галочки. Так, насколько свободна пресса, насколько получают информацию правильно, насколько это, насколько это. И из этого делают вывод. Без сравнений. Большинство экспертов наши граждане, наши работники в прессе. В данном случае, когда мы говорим о Freedom House, они приезжают... Они используют наших экспертов. Хорошо, они им дают шаблоны, и по этим шаблонам они делают сверху. Понимаете, не сравнивая с другими государствами. И мы в данном случае не должны говорить с каким-то, сравнивать с каким-то другим государством. Мы говорим конкретно о Республике Молдова и о делах, которые здесь обстоят. Так вот, на сегодняшний момент все подтверждают, что согласно европейским шаблонам, которым наша власть пытается сегодня как-то показательно выступать, мы ниже всего. Мы ниже всех. Давайте будем объективны. С моей точки зрения, уже я сравнил наши законодательства и ситуацию с женщинами, например, в Украине, в России. Мы лидеры на пространстве СНГ. То есть и в Украине. Убивают журналистов и там, и везде. Нет, но там есть конфликты. То, что убивают журналистов, есть конфликты. У нас нет конфликтов. В России, например, там есть перечень. У нас нет такой перечень в Министерстве юстиции. Там 30 тысяч сайтов заведено и всяких там разных масс-мингов. У нас до этого еще не дошло. Я поняла. Две секунды. У нас единственный свободный интернет. То есть вы хотите сказать, что у нас законодательство хорошее на сегодняшний момент? На данный момент я хочу вам сказать одно, чтобы вы поняли, о чем я веду речь. Самый свободный интернет сегодня нерегулируемый вообще никак в Республике Монглова. Это плохо, с одной стороны. Почему? Потому что должны быть какие-то законы, которые защищают от педофилии, от пропаганды терроризма. Вот этот, как раз, у нас это урегулировано законодательство. Ну как нет? У нас это урегулировано законодательство, и законы есть. А то, что они не соблюдаются, это второй вопрос. Сейчас старый спрейт в рамках по интернету. Я переведу сейчас то, что для вас, господин Михайлович, то, что, очевидно, пытается вам сказать господин Мишин, что когда эти рейтинги формируются, то они берут несколько критерий. Например, критерий. Свободный доступ журналистов к информации. Вот у нас, не знаю, редко какой журналист не станет жаловаться, что он пытался получить в каком-нибудь министерстве какую-то информацию. Я, секундочку, подождите, я еще не закончила. И редко какой оппозиционный канал может заполучить в качестве спикера какого-нибудь министра. То есть они не только информацию не дают, они еще не приходят. И не потому, что мы их не зовем. Понимаете? Они постоянно на оппозиционные каналы не приходят. Они пойдут на публику, они пойдут на прайм, они пойдут на общественное телевидение. Но сюда они не перейдут. А знаете почему? Потому что вопросы будем задавать другие. Это понятно. В принципе, я хочу, чтобы вы сейчас согласились с одним тезисом. Свобода слова зависит от власти, ведь правда? Всегда. Да. Насколько наша власть заинтересована в том, правящая коалиция, я сейчас говорю, чтобы наша пресса была свободна. Господин Мишин. Абсолютно не заинтересованы. Им это просто невыгодно. Им это невыгодно, потому что если свободная пресса встанет и будут подниматься все те вопросы, действительно насущные, которые идут и которые есть у населения, нынешней власти будет очень плохо. Я уже больше, чем две недели хожу по дворам, я общаюсь с людьми, с простыми людьми. И те вопросы, которые я сегодня слышу, если бы это услышала все пресса, если бы эта пресса показала сегодня все, весь тот перечень недовольств, причем я говорю не только на уровне города, а я говорю вопросы на уровне и пенсии, вопросы на уровне зарплат, безработицы, вопросы о том, что уезжают люди из страны. Если эта пресса сегодня все недовольство граждан, не оппозиции депутатов, а граждан, выведет на телеэкран, поверьте мне, этому правительству и этому большинству будет очень неудобно. Я поняла, ваш ответ не заинтересован. Не заинтересован абсолютно. Господин Михайлович, заинтересована наша коалиция в свободной прессе? Я смотрю, как, например, в парламенте серьезно отнеслись к новому законопроекту об аудиовизуале. Создали комиссию, люди приходят, разговаривают. Есть публичная площадка для того, чтобы высказать свою точку зрения. Это хорошо или плохо? Это хорошо с моей точки зрения. Вот сейчас пример Филипп. То, что высказывают, конечно, хорошо. Но вот то, что в конечном итоге принимают свою версию, наверное, не очень хорошо. Был сейчас в Брюсселе. Опять же, еврокомиссары настояли на свободе пресса, на проблемах пресса. Опять же, Гаврилов, я буду визуаль. Кто их слушает? Подождите, это мониторинг ведется. Это не так просто. Извините, еврокомиссии и еврокомиссары сказали, что нельзя запрещать российскую пропаганду. И то принятие закона... Не пропаганду, не было такой формулировки. Российские информационные программы. И те законодательные инициативы, и те изменения, которые были внесены в нарушение даже молдавского законодательства, я не беру международного, они неправомощны. И Европа не приветствует этот шаг. Извините, изменено на сегодняшний день что-то? Нет. Так вы говорите, господин Филипп был в Брюсселе и послушал какого-то еврокомиссара. Это жесткий подход к этой теме по российской пропаганде. Если мы будем говорить, Украина закона вообще всех этих каналов. Нет, я вас прерываю, потому что вопрос был о другом. Мы сейчас поговорим о кодексе. Насколько заинтересована ли наша власть в свободной прессе? И они должны быть заинтересованы, потому что есть на площадке парламента созданная эта комиссия. Я видел, там очень много, между прочим, лиц из прессы, из разной прессы. Диалог между властью и прессой есть. Это надо предоставить. Я поняла. Хорошо. Человек говорит, что заинтересована. Вы начали говорить тогда о кодексе. Сейчас я вам предоставлю слово, потому что как раз, на мой взгляд, вот именно новый кодекс телевидения и радио, это есть образец того, что власть не заинтересована. Поясню почему. Вот одна из статей. Мы с вами говорили до эфира, вы меня спросили, я вам ответила. Какая статья? Статья хотя бы то, что кабельщики теперь не будут обязаны показывать всех, все молдавские телеканалы. Вот, господин Мишин, как вы полагаете, если у кабельщиков перед ними станет выбор, какие каналы транслировать, а какие нет? Какие выберет кабельщик? Провластные? Нет, секундочку. Провластные или оппозиционные? Нет, у меня другой вопрос. Нет, вы ответите на... Нет, станет выбор или им укажут? Да. Вот это вот. Я бы уточнил тогда вопрос. Хорошо. Давайте говорите своими именами. Вот прямо укажут. Им укажут. Вот вы эти каналы поставьте, эти вообще не ставьте, а эти выйдите куда-нибудь там на соты или на сто двадцатую кнопку. То есть половина молдавских телеканалов просто исчезнет. Вылетает из сетки. Разве это забота о свободе слова? Я понял вопрос. Нашей власти. Значит, смотрите, я считаю, что это именно то, о чем вы говорили, может быть только в том случае, если будут все эти каналы в пакете диджитал. Как в Румырии. Там нет таких оговорок. Давайте секунду. А где оговорок? На европейском пространстве есть так называемый, уже пришли на диджитальное телевидение. Как оно называется? Цифровое. Цифровое телевидение. Да. Вот смотрите, все основные каналы, национальные, национальные, есть в цифровом этом самом формате. И уже право кабельщика ставить кого-то или не ставить, это уже не имеет такое важное значение. Понимаете? Потому что я, например, если у меня есть канал телевизионный, люди меня смотрят, и каждый человек меня смотрит, в цифровом телевидении. Господин Михаэш, сколько граждан может в Республике Молдова перейти на цифровое телевидение? Надо заплатить человеку за декодер. Вы уже говорите, заплатить. А кто заплатит? Государство наше? Государство, конечно. Они даже зарплату не могут заплатить и пенсия. Вы говорите о цифровом телевидении. Я могу вам сказать, что в правительстве есть проект решения о том, чтобы предоставить неимущим снаем населения декодера. Пока не предоставят. И сколько это будет человеку? Нет, я хочу спросить о другом. Говорят, что 200-300 тысяч человек из 3 миллионов. Которые не имеют возможности купить себе телевизор новый. Ну, о чем вы говорите? Это даже не 10%. Это малоимущие. У меня другой вопрос. У нас 10% малоимущие. Я хочу закончить ваш вопрос, чтобы не было никаких интерпретаций. Я против того, чтобы делать вот это 50% до того момента, пока не будет введено цифровое телевидение. Когда будет введено цифровое телевидение, тогда, пожалуйста, дайте кабельщикам свободы. Но сейчас кабельщикам свободы давать пока что рано. Вот это моя точка зрения. Но у власти, судя по всему, другая точка зрения. Подождите, я не знаю, что мы об этом сейчас говорим. Когда будет все каналы, основные национальные, Людмила, надо здесь различать. Мы не можем все региональные каналы обязать, чтобы их вставляли в кабель. Кто будет определять национальный этот канал? Нет, в новом кодексе там есть градации, там они предложили разграничения, но в то же время там есть масса нововведений. Согласитесь, что вам не будет интересно смотреть, например, канал из Окницы или там из Старок. Господин Михаэш, хочу тоже видеть, что там происходит. Ну, это уже будет опция. Имеет право, кстати. Конечно. Если вот хочется смотреться, окне отсюда. У меня никто не имеет право ограничивать. Вот это самое главное. Это понимаю. Вы говорите, заботятся о свободе прессы. Так заботятся, что штрафы увеличены во сколько раз в новом кодексе? Ну, минимум в 2, в 4, в 4, в 4, в 6 раз. 50 тысяч, 300 тысяч. То есть вы понимаете, государство... Ну, давайте скажу, да, вот сейчас вы будете спорить, я вам сейчас брошу тему, вы начнете спорить. То есть государство прекрасно знает, в каком состоянии находятся наши молдавские телеканалы. Ведь каждый день они даже иногда нас жалеют. Выходят вот на парламентскую трибуну и говорят, надо поддержать нам наши молдавские телеканалы, потому что вот у них нет возможности с рекламы получать такие деньги. И в то же время вот такие штрафы, вот буквально в несколько раз. Это не свидетельствует о том, господин Мишин, что власть пытается просто-напросто журналистику свести до, я не знаю, до уровня минимума влияния на умы? Да нет, даже не то, что до уровня минимума. Мы же понимаем с вами прекрасно, кого будут штрафовать, да? Будут штрафовать неугодные каналы. Причем я понимаю, что есть этапы у координационного совета на сегодняшний момент, что сразу по многим пунктам, да, надо сначала дать публичное предупреждение, а только после этого, если второй раз канал нарушил по тому же поводу, дать уже штраф. Сегодня это убирается тоже. То есть сегодня координационному совету просто этими законами развязывают руки. Соответственно, если мне этот канал не угоден, или я, как власть имущий, да, и имея свои собственные каналы, вижу, что оппозиционные каналы начинают набирать обороты, начинают набирать рейтинги, как я могу утопить? Чтобы не ходили вокруг меня с митингами, что мы душим прессу, я начну его рубить финансово. То есть я буду ему давать крупные штрафы, соответственно, обязывать выплачивать их, людям перестанут платить заработную плату, потому что каналу надо заплатить штраф, иначе отберут лицензию, соответственно, я могу влиять на любой канал, на любой, неважно, оппозиционный это или властный. Все, я могу влиять на любой канал за счет штрафов. Вот. Слушайте, очень большие штрафы, конечно же, я согласен с вами, могут привести к тому, что некоторые каналы могут закрыться после первого штрафа. Но надо ввести градацию. Вот сейчас есть градация. Для небольших нарушений должны быть небольшие штрафы, для больших нарушений должны быть большие штрафы. Это практика европейская, но надо брать, конечно же, во внимание, самое главное, чтобы была градация, чтобы не было жесткого такого перехода, например, 50 тысяч лет стоят, точнее, это, конечно, большие суммы, но, например, 5 тысяч лет первая. Так так и было в этом кодексе. 20 тысяч лет вторая, 50 тысяч лет третья нарушения. Да, но, господи Михайлович, это на усмотрение координационного взрыва. Друзья, вы понимаете, в чем ситуация? Вот эти суммы, господин Мишин, эти суммы были в нынешнем кодексе, но они, судя по всему, не устроили. Конечно. Хорошо, в этом кодексе оставили запрет, мы начали с вами об этом говорить, на вещание российских информационных, информационно-аналитических программ. Вот меня учили так, кроме того, что свобода — это осознанная необходимость, понятно, но свобода выбора — это должно быть священным. Опять этого лишают. Господин Михайлович, это демократично? Слушайте, я считаю, что каждая страна имеет право защитить свое информационное пространство. За ней пример всегда двух стран — Украина и Балтийских республик. Молдова пошла по пути Балтийских республик в более мягкий путь. Например, Украина закрыла все российские герны, без разбора. Культура, политика не имеет значения, они закрыли — до свидания. Смотрят только в интернете. В Балтийских странах, наоборот, по-другому пути пошли. Есть информационные передачи, есть новости. Запротили, пока Россия не подпишет и не артифицирует лучшие слова. А белорусов за что наказали? А при чем тут белорусы? Тоже не подписали? Тоже теперь их? Да, конечно. Я же всегда говорю, что приехал Лукашенко, было не очень перед ним удобно. Слушайте, давайте начнем с того, что у Молдовы есть обязанности по договору об ассоциации Евросоюза, в том числе и в области Москвы. Нарушать Европейские и Международные конвенции — это первое дело. А было в этом договоре об ассоциации? Сейчас во Франции мы просим заведать дело против РТ. Я не видел этого. Вы не видели такое. Смотрите, в Франции их Координационный совет завел дело в суде против РТ, российского телевидения. Нет, это хорошо, что они завели дело. Они его не закрыли. Это первое. Но я другое скажу. Извините, а право выбора, которое написано в Конвенции ООН... Никто не запрещает смотреть российские телеканалы в интернете, например, через тарелки. А почему нам должны говорить, что мы должны смотреть в интернете? Почему я не могу посмотреть это по телевизору? Потому что там нет двух точек зрения. Как это нет двух точек зрения? А, то есть, подождите, когда выходят румыны, когда выходят немцы, когда выходят французы, и когда выходят США, я это должен смотреть. И там есть две точки зрения, которая говорит, что, извините, это все неправильно, мы самые лучшие. У нас мигранты насилуют, воруют, но мы европейские ценности. А то, что говорит Россия... Вот скажите мне, чем мешало вам российские новости, где о Молдове вспоминали раз в три месяца? И то может быть. Так не так вспоминали. А, не так вспоминали, как мы на власти нынешней. Слушайте, здесь мы можем много спорить, но когда Россия ратифицирует трансграничное телевидение, тогда... А почему она должна ратифицировать? Потому что иначе она, понимаете, там написано, в стандартах, там высокие стандарты передачи. Вы знаете, оставьте эти высокие стандарты. Я вижу эти европейские высокие стандарты, на которые... Вы этим называете, понимаете... Вы этим путем в Европу... Мне нравится смотреть Евронюс, потому что Евронюс показывает объективные, без комментариев новостей. Смотрите, кто уменьшает. А мне нравится Вести, и я хочу смотреть Вести. Почему меня должны ограничить этим? Мы же вам не ограничиваем Евронюс. Слушайте, так есть стандарты, которые... Какие стандарты, члены? Почему я должен европейские стандарты? Я не хочу европейские стандарты здесь. Я не хочу здесь мигрантов. Я не хочу потерять. Извините, когда сегодня господин Филипп сидит и говорит, нам нужно вмешательство Брюсселя. Да вы что, дожили до ручки, у вас нет профессионалов, чтобы разобраться со своим государством? Вам уже вмешательство нужно извне? Хорошо, я продолжу эту тему, потому что еще сильнее заостряю свой вопрос. Потому что господин Михаэш вот так говорил про защиту информационного пространства, о том, что нам необходимо защищаться. Нормально надо перебращаться. Но с вами спорит государственный департамент. Что вы говорите? Государственный департамент, это есть на сайте посольства США, выделяет на поддержку молдавского телевидения, а также на адаптацию американских программ, американских, 2 миллиона долларов. Согласно документу, цель программы — повышение качества и количества местного контента на молдавском телевидении. Понимаете? То есть здесь уже, секундочку, здесь речь уже не идет о том, что неправильно кто-то как-то информирует. Здесь идет речь о том, что давайте запретили все российское, и вот теперь к нам приходит американское. Это европейская ценность. И вот, понимаете, я хочу понять... Да пусть делают, но зачем при этом запрещать? Господин Михаэш, я как журналист хочу получать информацию из со всех источников. А почему я должна делать это в действие интернет, господин Михаэш? Так точно так же пусть американские программы заходят и смотрят в интернете. Это не ответ. Конечно, здесь можно долго спорить. Есть и каждая страна. Повторяюсь, вот балтийские страны пошли по этому пути. Мы тоже взяли балтийский путь. Господин Михаэш, что мы сейчас защищаем? Молдова не закрыла российские телеканалы, они есть. Что мы сейчас защищаем? Они идти по чьему-то пути. Почему мы не можем идти по своему пути? Что мы сейчас защищаем? Информационное пространство поняла. А здесь вот что мы защищаем? Аннулируя эти программы. Вы меня спросили. Американцы помогут нашим редакторам, нашим продюсерам, нашим журналистам. Научат их делать местные программы. А они что, не умеют? Слушайте, здесь деньги... Нет, у меня другой вопрос. Почему именно американцы? Подождите, а они что, не умеют? Вот у меня один вопрос. Значит, у нас все журналисты, редактора, продюсеры на всех каналах не умеют делать продукт. И не умеют ничего делать. Для этого нужны американцы с их деньгами. И для этого нужно закрыть все информационные каналы российские. Логика железная, европейская ценность. Если дадут молодому режиссеру или продюсеру возможность какую-то передачу сделать, дадут ему денег, это же плохо. Пусть едет в США и мучится. Я понимаю, господин Мишин, это неплохо. Пусть делает. Но зачем для этого надо было закрывать российские программы? В том числе, секундочку, господин Михайлович, секунду. Это ваше мнение. Я просто не понимаю, зачем это нужно было делать. И хочу напомнить, что есть знаменитое высказывание посла Соединенных Штатов, который сказал, вот так как-то он один раз прям взял и искренне сказал. Вот не понимаю я этих молдаван. Ну что только для них не делаешь. Они все равно в сторону России смотрят. Понимаете? Может быть вот в этом была цель. Вы помните это высказывание? Здесь не надо мешать симпатии молдавского и российского народа, потому что они обоюдные. Ну так правильно, дайте нам обоюдно смотреть и то, и другое. Я с большим уважением отношусь к российскому народу, смотрю российскую масс-медель, считал 13 лет Толстого в оригинале. Для меня это не проблема, понимаете? Прилем в другом, что когда новости, например, я смотрю и про Молдову, показывают, что молдавские террористы, молдавские атакуют Тирасполь, делают блокаду, которая нет в Приднестровье, это меня беспокоит. Господин Михаил, вы не улавливаете суть, мы уже говорим о развлекательных программах. Господин Мишин, вы как можете эту ситуацию применить? Чему это приведет? Вот вроде бы говорят, ах, 2 миллиона. Я не знаю, честно, по меркам телевидения, это не такие большие деньги. Это вообще не деньги. Да, но, тем не менее, значит, для молодых продюсеров это будет хорошая возможность. Господин Михаил, для развития телевидения 2 миллиона это вообще не такие деньги. Даже для молодых продюсеров? Даже для молодых продюсеров? Их же будет много, понимаете? Их же будет много. Всех не хватит, конечно. Да, да. Как будут выбирать решаться? Я в этом усматриваю только одно. Первое, да, когда принимался этот закон и эти изменения, представители Демпартии полетели в США, и это резко принималось. То есть, второе, сейчас вот США посол после этого выступил, вот молодцы, как и Молдова приняли этот закон. Сейчас они выделяют уже 2 миллиона. Плюс готовят еще целую программу, как бороться с российским телевидением. Вы понимаете, у меня такое ощущение, что просто нынешняя власть и Соединенные Штаты Америки просто хотят настроить народ против себя. Вот это единственное, что я вижу. То есть, Соединенные Штаты Америки вот этими действиями, никакой подоплокой... Я не думаю, что они ставят такую цель, они просто пытаются... Они это даже не понимают, они не знают наш менталитет. Это другое дело. Вот это Соединенные Штаты, они знают наш менталитет. И чем больше они будут делать таких шагов, они будут просто-напросто настраивать народ против себя. Как в законодательном варианте, так и в человеческом варианте. Вы не заметили, что люди не заметили запреты информационных программ? Люди не заметили. Люди смотрят фильмы, люди смотрят информационные передачи. Извините. Очень хорошо заметили. То, что это не будоражится больше тема. Потому что у нас пошла тема унионизма, потому что у нас пошла тема языка и евроинтеграции очередной раз. И это замылено. Поверьте мне, народ это не забыл. И это очень хорошо лукнется и вспомнится. Потому что, когда, еще раз говорю, давайте мы с вами пройдемся по дворам. И когда люди сидят во дворе, да, и говорят, а почему мы не можем посмотреть новости российские? Вот вопрос человека. И я объясняю, что, извините, власти это невыгодно, чтобы вы смотрели эти новости. Но зато политологи стоят и говорят, ой, вы знаете, как хорошо, что США нам дает деньги. Ой, вы знаете, это европейские ценности. Ой, вы знаете, мы должны идти к этому пути. Вот, Михаил, уже согласен. Со всеми дадут деньги. И это пропаганду согласен, да? Даст ли гранты общественной организации? Да, они не должны добавить никаких грантов. Это называется подкуп. И это означает, что туда, куда дадут гранты, будут преподносить только их точку зрения. И это будет в виде пропаганды, с которой якобы демократическая партия сегодня борется. Не нужны нам гранты. У нас сегодня довольно качественный, есть телеканал, у нас есть много довольно качественных программ, которые без внешнего финансирования сегодня существуют и несут людям правду. Нет, господин Мишин, давайте исходить из того, что гранты это право каждой стране давать, не давать. Главное, чтобы они были транспорядными. Нет, почему вы говорите, что Россия должна? Не должна. Но почему она не делает, как и США, например? А зачем? Пожалуйста, давайте гранты молодым журналистам. Зачем? Молодым редакторам, продюсерам. Они дают места учебные в своих вузах для того, чтобы наши студенты, вернее, наши школьники, которые закончили школу, могли приехать к ним в вузы и там научиться журналистике. Вы, наверное, следили за прессой, вы знаете, что в составе российской армии есть информационные войска. Это, между прочим, официальная информация. А почему они созданы? Не в противовес ли информационной войскам Пентагона? Окей. Извините, в противовес. Секунду. В противовес. Это главное слово здесь. Это ваше точное зрение. Нет, это не то, это моя точка зрения. Это официальное заявление министра обороны Российской Федерации. Смотрите, к чему я веду, уже информация является оружием, понимаете? Нет, это не оружие. Извините, вы не путайте, пожалуйста, не надо путать народ. Подождите. Вопрос, говорится, информационные войска, которые созданы в Российской Федерации и в Пентагоне, не работают ни с какими журналистами и телеканалами. Это идет война с кибератаками. Нет. И на информационном поле... Почитайте, министр обороны России сказал так, мы имеем право защищаться, против нас ведется информационная война. Мы тоже будем иметь свои информационные каналы. Нет, кто ее ведет? Во всем мире идет информационная война, согласен с этим. Кто ее ведет? Все. Я попытаюсь вас вернуть к теме нашей передачи сейчас. И мы думаем, правда тоже защищаться. Хорошо, вот раз день свободы прессы, то давайте оценим поведение нашей правящей коалиции в отношении выдворения журналистов. И это в основном, ну вот случайно, наверное, как-то так надо понимать. Это в основном, конечно, россияне. Я вот не слышала, чтобы американцы какого-нибудь выдворили, да? И что, и от тебя его выдворили? Я сейчас имею в виду, что приехал представитель американского какого-нибудь телеканала, да? То есть от тебя американского телеканала? Слушайте, здесь... Мы ехали из Москвы и перепутали. Пусть этот будет частным случаем. Вот как так происходит? Как к этому нужно относиться? Понимаете, как? Я смотрел в ряксу тех журналистов. Если наша власть говорит, что мы за свободу прессы. Хорошо. За свободу журналистов. Почему мы выдворяем журналистов из страны? Большинство тех журналистов, которых выдворяли, я смотрел некоторые ихниевысказывания, смотрел ихний бэкграунд, это в большинстве своих случаях работники спецслужб. И они это признают. Бедная и рада Зейнала, надо ей передать, где она теперь работает. Они даже не противились. Они сказали, молдаване такие-то и такие, и на них нужно понять. Господин Михайлович, вы сейчас вот взяли... Не всех, но большинство. А, большинство, да? Я не буду пофамильно уточнять. Может быть, там есть какие-то ошибки. Окажу вам услугу, просто чтобы не было. Просто чтобы не было. Понимаете как, если бы сюда приехал, я настаиваю все-таки, какой-нибудь американец, брать интервью, понимаете, и вот его также выдворили, я бы хотела видеть вот реакцию американского посольства, да, чтобы нам сказали про свободу слова. Как был случай с РТВ, у меня есть вопросы, понимаете? Там очень много вопросов. Давайте о СНН, например, поговорим, да? Вот оставьте РТВ, там все-таки с российскими, там специфика есть. Давайте о СНН поговорим. Вы себе представляете такую ситуацию? Представляю, если у молдавских органов будут какие-то информации, что какой-то журналист был замешан в каких-то действиях, которые, например, вредятся интересам Молдову. То есть вы сейчас спорите с официальными версиями выдворения? Потому что в основном они говорили не потому, что они замешаны, они говорили так, вы знаете, они не могли четко сформулировать цель визита. Куда они едут, смотрите. И какие-то вот глупые люди, эти российские журналисты, которые, секунду, в состоянии написать умнейшие статьи, сформулировать свои мысли, там, я не знаю, а вот сформулировать цель визита в двух предложениях, они вот в состоянии. Молдавские власти ведут себя гуманно, дают людям возможность выйти обратно, а украинцев арестовывают. Доставьте в Украину, мы говорим. Что в Украину? То есть нам, я поняла. Я не знаю, надо сказать так, очень все просто, что наши молдавские власти заигрались. И если нашим молдавским властям невыгодна точка зрения какого-то журналиста, так нам легче его не пустить. Причем под предлогом типа не могли сказать цель визита. Извините, какая цель визита, если были официальные приглашения? А то, что сказали, что мы хотим взять интервью у официальных лиц, покажите аккредитацию. Извините, официальное лицо, которое требует аккредитации, их всего три в Республике Молдова. А у остальных официальное лицо, может быть любое. Закону пресса Республики Молдова, который я читал до этой передачи, там аккредитация иностранных журналистов обязательно. На что? На все действия, которые они будут совершать. Вот были в эфире журналисты, которые говорили, что эту аккредитацию требуют только от россиян. Вот именно. А я вам могу показать. С Украины приезжают, с Германи приезжают, откуда угодно приезжают. Это нарушение закона о прессе. Вот, вот, нашли, ура, господин Михаэш согласился. Нарушение закона о прессе. Если это так, как вы говорите, тогда надо, чтобы, извините, закон надо. На самом деле, господин Михаэш, вот нам надо всем с вами выступать за то, чтобы к нам приезжал здесь любой журналист. Любой журналист. Любой журналист, обычно, иногда, прячется не журналист. Господин Михаэш, те, кого выдворяли, они известны, они из... Если спецслужбы захотят, они приедутся к аккредитации. Я считаю, что любые, действительно, журналисты, если у них есть разрешение, приглашение на интервью к любому нашему чиновнику, господин Михаэш, из любой страны, они должны иметь право въехать в эту страну, взять интервью. Так гласит наш знаменитый геонтологический кодекс. Пожалуйста. Есть законопрессия, там написано четко. Правильно. Если он регистрируется, этот журналист, согласно молдавскому законопрессию, он имеет право работать. Пожалуйста, пускай регистрируется. Если нет вопроса. А вы считаете, что они были не зарегистрированы? Большинство из них не знают, он молдавского законопрессия. Они приходят просто так. О чем вы говорите? О чем вы говорите? Мы говорили уже с вами об аккредитации, да, мы уже решили, что... Об аккредитации обязательно могут быть. А вот там можно все. От журналистов Deutsche Welle, по-моему, не так сильно требуют аккредитацию. Склушай, я смотрю, у всех журналистов есть какие-то бэджики там. На что вы считаете, что приезжали без... И европолеперы, и все имеют в виду аккредитацию. А у россиян не было ни у кого бэджика. Ну, господин Михаевич, ну, оставьте. Закон о Молдове нельзя, не надо... Да вы не приезжали с официальными аккредитациями и не пускали с официальными письмами. Понимаете? Все понимает господин Михаевич, да. Ну, надо высказать точку зрения. Не-не, подождите. Здесь надо в каждом конкретном случае смотреть. Потому что, конечно же, я за свободу пресса, но если журналист, в скобках, в скобках, не журналист, тогда есть вопрос. Надо, очевидно, спрашивать у господа Михаевича, кто журналист, кто нет. Сейчас задам вопрос, который тоже, на мой взгляд, должен прозвучать в этой программе. А есть ли вина самих журналистов за ту ситуацию, в которой мы сейчас оказываемся? Господин Мишин, есть наша вина? Нет. Я считаю, что у журналистов на сегодняшний момент, вот именно последние, скажем, 4-5 лет, вины журналистов в том, что такая ситуация есть, нет. Абсолютно никакой. Потому что у нас журналистов, к сожалению, не только журналистов, никто ни о чем не спрашивает. Ни их мнения, ни по поводу нового кодекса об аудиовизуале, ни о чем. То есть у нас журналистов пытаются просто загнать в определенные рамки. И эти рамки, то есть если ты выскакиваешь из этих рамок, тебя начинают либо преследовать, либо штрафовать. А если ты работаешь в определенных рамках, молодец, погладим по головке, будешь работать дальше. Вот что у нас происходит. То есть это делается преднамеренно, и это делает власть на сегодняшний момент. Поэтому если бы журналисты были бы виноваты, но не принимались бы те законы, которые хотят принять, то я бы сказал, да, журналисты виноваты. Но, к сожалению, у нас с точностью, да наоборот, виноваты именно власть, которая сегодня у руля. Густа Михайлович, виноваты ли мы журналисты? Слушайте, я не могу никаким образом сказать, что журналисты виноваты в том, что творится в Республике Молого. Потому что, с моей точки зрения, профессия журналиста, она одна из рискованных профессий. Можно остаться без работы, мало платят и так далее. Я дам вам один пример. Недавно я был в Яцаре, там всего один телеканал на журналист, который территория чуть больше, чем Республика Молдова. То есть смотрите, у нас сколько телеканалов, сколько у нас места работы для журналистов. Единственный телеканал, я же тебе, все, больше ничего нет. Потому что интерес там геополитического нету, как в Молдове. Здесь, понятное дело, почему и Россия, и Европа, и США, и все финансируют каким-то образом какие-то телеканалы, какие-то проекты. Вот вы давали пример. И здесь у нас есть где-то развернуться. То есть даже в маленькой, если они как в Молдове, есть возможность журналистам себя проявить. Все зависит от того, как журналист, скажем так, оценивает свой труд. Все зависит от того, как работают ассоциации журналистов. Но, слава богу, у нас с этим не такие большие проблемы. Есть гранты, есть ассоциации, есть правдолюбов, скажем так, которые любят с плеча так правду рубить. Но, с моей точки зрения, есть еще очень-очень много поля деятельности для того, чтобы, во-первых, журналисты стали сильны. У них был сильный синдикат, чтобы они имели сильное слово по отношению к работодателю. Вот этого я не вижу сейчас. И я считаю, что этот недостаток надо в следующие годы, чтобы он был каким-то образом решен. И последний вопрос. У нас очень мало времени остается. А само наше общество насколько заинтересовано в свободной прессе? Я бы сказал так. Оно больше заинтересовано не то, что в свободной, а более в правдивой прессе. Чтобы пресса действительно и журналисты несли ту правду, которую сегодня заботит народ. И ту правду, которая должна идти с телеэкранов и информационных каналов. Вот я думаю, что тут даже не о свободе мы говорим, а именно о правдивости. Чтобы все факты преподносились правдиво. И было несколько точек зрения по поводу этих фактов. А не одна, однобокая. Вот в этом народ заинтересован точно. Спасибо. Общество заинтересовано, господин Михайлович? Конечно же. Я, с моей точки зрения, у нас, опять же, повторяюсь, общество имеет возможность переключать каналы с правоправительственных на очень жесткие, которые критикуют вообще. В Румании такой канал, или во Франции не смог бы существовать, я не могу давать имя, которые критикуют так жестко о правительстве, используя все запрещенные приемы. У нас есть свобода, у нас есть изменения, да, есть еще проблемы в законодательстве, надо дорабатывать законодательство, но многое зависит от журналистов. Я уже говорил, если они будут защищать свои права коллективно и индивидуально, а то придется улучшение ситуации в стране. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Голосование у вас на экранах, мы видим, что вы Сергея Мишина. Ну, вот так вот зритель оценивает, вы старались, а вот зритель оценил вас так. Вы знаете, мы можем проверить это, если у вас есть вопросы. Я хочу сказать сейчас от лица журналистов, наверное, подвести итог этой программы. Конечно, нелегкий у нас труд, но знаете, что больше всего разочаровывает, от чего ты устаешь? Вот вы, господи Мишин, говорите, что нужно пройтись по дворам, и вот если они увидят, вот как людям плохо. Проблема в том, что о том, как людям плохо, мы уже показывали. И показываем, и будем показывать. Но той реакции, которая была до 2009 года, нам остается об этой реакции, господин Михайлович, только мечтать. Чтобы хотя бы были какие-то отклики, чтобы хотя бы власть немножечко почувствовала, что она обязана как-то реагировать. Понимаете? И на мой взгляд, вот это самое страшное. Потому что критиковать мы критикуем, говорить мы говорим, мы просвещаем людей. А вот в итоге, получается, мы получаем такие кодексы, господин Михайлович, о которых мы сегодня с вами говорили. Потому что критикуют. Вас благодарю. Приходите к нам еще. У нас всегда интересные темы. И вот у нас в программе «Дело принципа» всегда есть свобода слова. Это я вам обещаю. Спасибо. И вам спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Продолжение следует.